Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 3 мая. Сейчас я буду высаживать томаты козула вот в эту новую теплицу, уральская легенда. Я уже говорила, что в новую, в самую хорошую, самую красивую теплицу буду высаживать только редкие коллекционные сорта. И буду за ними очень трепетно ухаживать. Будет повышенный уход здесь. Почему я в предыдущем видеоролике говорила. Также в предыдущем видеоролике я говорила, что я буду при высадке добавлять удобрения, какое я все рассказывала. А этот видеоролик я хочу специально снять, такой небольшой, короткий, пошагово, что я делаю. Вот смотрите, высаживаю сегодня козулу. Разобрала их все по сортам. Козула 138, козула 138. Я вот сеяла всего по 4 семечка. По 4 они взошли. Одна, по-моему, не взошла семечка. Потом следующее. Козула 156. Козула 156. Козула 25. Вот нет пары у нее. Козула 25. Одна. Потом козула 125. Козула 125. Козула 141. Козула 141. Козула 174. Ой. Козула 74. И козула 137. Вот столько у меня козул в этом году будет. Что я сделала? Я смочила вот этот грунт, потому что он был сильно-сильно пересохший. Вообще. Смочила. Сделала, наметила лунки на расстоянии 45 сантиметров. И тут еще играет большую роль, что это здесь будет эффект крайнего ряда. Потому что с той стороны они первые на солнце. И с этой стороны будет проход. Так что 45 сантиметров будет нормально. Если бы было где-то в середине загущенная посадка, то можно было бы 50, даже 55 сантиметров. Через 45 сантиметров нарезала вот эти лунки. Добавила по ложке удобрения. Все перемешала. Сейчас буду вытаскивать стаканчики из лунов и высаживать. Как видите, специально удалила по нижнему семидольные листики и по одному нижнему листу. Что это значит? Это значит, что я собралась их высадить с небольшим заглублением, чтобы увеличить корневую систему и чтобы растение было покрепче, посильнее. Если в первые, в ранние сроки я говорила, что я не рискую делать сильно заглубления, потому что там грунт холодный, то сейчас у нас грунт уже теплый и можно заглублять насколько хочешь. Вот сейчас буду вытаскивать их из стаканов. Вот я вытащила козулу из стаканчиков. И несмотря на то, что они саженцы не очень большие, посмотрите, какая у них сильно развитая корневая система. Корни толстые, белые, красивые. Я думаю, что они после высадки очень быстро пойдут в рост и не подведут меня. Вот смотрите, я вытащила стаканчики. Теперь стаканчики буду высаживать на расстоянии 15 сантиметров друг от друга, вот в луночку, так как у меня, я снимаю с одной руки, не могу показать вам как, но высадка нисколько не отличается. Также буду 2 томата в одну лунку. После этого полью теплой водой и все, через неделю. Я сделаю опрыскивание витаминным коктейлем или можно заменить опрыскиванием янтарной кислотой для повышения иммунитета и для ускоренного развития корневой системы. Все. Вот это вся, весь этот ряд, это вот состоят козулы. Это будет царство козул, козулы, козулы, козулы. Первый раз буду в этом году смотреть на них, сама ни разу не видела. Очень многие пишут, что восхитительный сорт и удивительной красоты, и неповторимый вкус, и разные формы и расцветки. Ну, посмотрим. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Будем ждать козулочек. Еще раз спасибо Ивете Соли, которая прислала мне из Латвии в дар эти прекрасные семена. Надеюсь, я смогу их приспособить к сибирским условиям, и они у нас будут давать такой же хороший урожай, как в Латвии. И еще одно дополнение. После высадки я поливаю прям полную-полную-полную лунку воды. Наливаю. Вода налита была в бочке. Она такая не очень теплая, но не холодная, не шланга. Потом жду, когда она вот так вот впитается, и во избежание образования корочки вот здесь, каждую лунку вот таким перегноем небольшим количеством присыпаю. Видите, как они? Это чтобы при высыхании грунт не... Ну, поняли вы, чтобы он не сохся, корка не образовалась и не растрескался. Как вы видите, что к этим козулам у меня немножко другое отношение. Как я говорила, более внимательное. Потому что все свое остальное томатное поле, конечно, я не присыпаю лунки никаким перегноем. Я просто поливаю, их так оставляю. Потом, если нужно, будет один раз подрыхлю, а иногда и не рыхлю. Но этим я, конечно, создаю более комфортные условия. Уже говорила почему. Потому что они редкие, коллекционные, потому что я хочу их развести, я хочу, чтобы они выросли все, выросли быстро, были самые здоровые. Все для них. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok